Привет, я вернулась! Сегодня мы пробуем что-то новое. Попробую сделать интро не 10 минут. Знаете, мне иногда в рекомендации попадаются такие видео в ТикТоке, где рекомендуется разный магазин, разные марки и так далее. Так вот, я наткнулась на один ТикТок, и там был порекомендован магазин Нести Галл. Приводится как древняя девчонка. На русскоговорящем ютубе я никогда не видела распаковок с Нести Галл, и я подумала... Я сделала заказ с Нести Галл где-то 3 недели назад, и он уже пришел. Также вчера я забрала заказ с Алиэкспресса, и я подумала, почему бы не показать вам свои покупки. Так что да, сегодня я буду делать хоу. Окей, я сначала покажу вам покупки с Алиэкспресса. Я купила несколько чехлов для моего телефона, потому что у меня был только один чехол, и он мне невероятно надоел. Я купила вот такой вот чехол. Он такого глянцевого материала, и по нему очень прикольно стучать. Как вы видите, он выглядит достаточно круто. Я уже вижу, как в Москве его продают за 2000, но он стал 200 рублей. Вау! Также я купила от того же продавца вот такой вот чехол. В последнее время мне очень нравится звериный бринт. Блин, я постоянно чихаюсь, потому что у меня аллергия. Этот чехол теперь мой самый любимый. Также я купила вот такую вот сумку. Я знаю, я знаю, у вас есть вопросы ко мне, но, блин, она такая мягкая и пушистая. Посмотрите, какая она милая. Она не такая уж и большая, ее можно просто вот так вот. У меня просто не было сумок. Я подумала, почему бы не купить такую сумку? Она выглядит прикольно и уникально. Лично я не видела, чтобы кто-нибудь такие носил. По материалу она даже мягче, чем мой кролик. А мой кролик очень мягкий. Ее можно носить вот так вот, без цепочки. И она внутри скрепляется вот такой вот пуговицей. Также на Алиэкспрессе я заказала еще одну сумку. Она кожаная, белого цвета, но она не пришла. Я жду ее уже третий месяц. Мне кажется, я никогда ее не получу. Этот пакет, он реально огромный. Я когда тащила его из Боксбери, я чуть не умерла, потому что там очень тяжелая обувь. Эта коробка выглядит очень круто. Я ее не выкину. Я ее оставлю себе. Это был первый раз, когда я заказывала обувь без примерки, потому что очень сложно заказывать обувь без примерки. Но я решилась на это, потому что я смелая. У меня вообще нет летней обуви, кроме кедов, исландцев и кроксов. Поэтому я решила купить себе летнюю обувь. Я называю такой тип модели летние говнодавы, потому что, знаете, есть такие тяжелые ботинки с такой же подошвой. Но такие ботинки зимние. А эти ботинки, они летние. Летние говнодавы. Почему тут написано 37-й размер? У меня 39-й. Они очень тяжелые и каменные. Они вообще не гнутся. Я даже не знаю, как я в них буду ходить. Но они выглядят очень прикольно. Следующая вещь, которую я купила, это вот эти вот шорты. Вау, дерьмо себе, у меня такая большая задница. У меня никогда не было таких темных шорт. И они, по-моему, были по скидке. Не помню, сколько они стоили, но я где-то там прикреплю. Ам, хочу сказать, что когда я делала заказ с Нестегал, там проходила акция где-то 60% на все. И я такая. Если бы не было бы акции, мой заказ бы стоил бы 229 долларов. А так и заплатила 169 с доставкой. И, по-моему, это была очень крутая скидка. Если что, они меня не спонсировали. Я сама все это купила, так что... Так что, you're welcome. Эти шорты, они выглядят так, как будто я сама их обрезала. Возможно, это так. Но нет, они были так. Очень хороший материал. Они такие прям твердые. И они не выглядят дешево. Думаю, если вам не нравится вот такой вот обрез, можно их немного подвернуть и сделать их немного покороче. Нет, я, скорее всего, буду носить вот так. Да. Круто, потому что у меня реально нет летних шорт. Двигаемся дальше. Я купила вот эту вот футболку. Подождите, где перед? А, это зад, потому что бирка вот тут. Да. Спереди она такая обычно белая, а сзади она вот с таким репринтом. Она из очень хорошего материала, такой чувствуется, что это хлопок. И мне кажется, эта футболка на размеры на пятилетнего мальчика. Почему все такое маленькое? Я взяла размер S, тут написано S. Тут у нее такой ковбой. Йиха! Может быть, я стану cowgirl. Мне нужна была белая футболка, поэтому я взяла ее. Ставлю 9 из 10. Она очень маленькая. Я не понимаю, почему англичанки, они что, маленькие? Англичанки, они что, меньше, чем мы? Почему? Я выгляжу как какой-то переросток, гигант. Йоу. Так как скоро наступит лето, я купила себе купальники. Итак, первый купальник, который я купила, это вот такой вот голубой. Вот так вот он выглядит спереди. Почему он такой маленький? Вот размер моей ладони, вот размер купальника. Я не представляю, как я влез в этот купальник. Но мне этот купальник очень понравился, потому что он был голубого цвета, и я очень люблю голубой цвет. Низ у него... Низ у него вот такой. Также я заказала два разных купальника. Верх я заказала леопардовый, а низ я заказала черный. Что? Как это должно на меня налезть? Это выглядит как бандана на голову. У меня уже очень плохое предчувствие насчет этого купальника. А низ для этого купальника я заказала черный. Он тоже гигантского размера, не знаю почему. Когда я смотрю на эти шорты, я сразу думаю, что они такие уютные. Они очень легкие, и я думаю, что я буду в них спать. И здесь такие миленькие шнурки. Они ни для чего не нужны, потому что они ничего не затягивают. Они просто вот так вот, наверное, делаются для красоты. Да. Блин, мне очень нравятся эти шорты. Как вы помните, это футболка из видео про Asos. Я делала холл. Если вам будет интересно, я прикручу в комментариях. Ну, в общем, сейчас то, что на меня надет, это реально самая удобная одежда из всей, которая у меня есть. Эти шорты, я их вообще не чувствую на себе. Следующую вещь я очень сильно ждала. Возможно, вы его видели, потому что я в нем уже выкладывала фотку в инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм. Когда я заказывала, я думала, что он будет прямо белого цвета. Но он пришел какого-то немного бежевого. Я даже бы сказала, слоновая кость. Он достаточно откровенный. И я думаю, что его носить нужно только летом. В другое время в год ты его не наденешь. Возможно, вы видели девочек в Пинтересте в таких топах. Я уверена, что вы видели. И в нем я реально похожа на девочку из Пинтереста. Ноги написали мне в инстаграме, что я как будто из Пинтереста сбежала. А возможно, то, что я сейчас вам буду показывать, будет немного неуместно. Но я все равно вам покажу, потому что я хочу поделиться. Я купила эту рубашку еще до карантина. Я купила ее в... Я купила ее в Першке, и я ни разу ее не надевала. Поэтому на нем еще есть... Она такого зеленого цвета. Довольно необычная вещь. Зеленый леопард. Я таких никогда не видела. Поэтому я решила купить ее. Чувствуется как будто шелк. Я бы так сказала. Итак, когда я делала распаковку Алиэкспресса, я забыла показать вам очки. Я тоже их купила в Алиэкспрессе. Они выглядят вот так. У них такой черепаховый принт. И они мне очень нравятся. Сейчас. Я решила совместить четыре вещи. Рубашка. Если бы я поехала на море, я бы ходила во пляжу так. Но я не поеду на море. Так что да. Можно так вот закатать. Рубашка достаточно легкая, так что можно ее, в принципе, на пляже носить. Блин, мне так нравится, как эти шорты сидят. Последнее, что я буду сегодня показывать, это вот этот вот блог. Она очень похожа на Леди Гагу в молодости. Блин, когда мне было 12 лет, у меня были куплены все альбомы Леди Гаги. Я фанатеала от Леди Гаги. В общем, тут написано Блонди. Блондинка. Кстати, вы смотрели фильм Блондинка в законе? Все наряды, которые носит главная героиня, они просто неизбываемы. Люди, которые обожают моду 90-х, просто обязаны посмотреть этот фильм. Из-за костюмов. Чисто из-за них. Тут такой принт, немного смытый, он выглядит как ретро. Я знаю, о чем вы думаете. Аня, зачем ты купила столько много футболок? И ни одного платья. Я скажу вам. Футболки это реально единственная вещь, которую я могу носить летом. И шорты. Потому что, когда ты находишь платье, оно либо поднимается, либо ты в нем потеешь. Итак, у меня огромный вопрос. Как носить эту футболку? Вот так? Или вот так? Скорее всего, носить вот так, потому что я выгляжу тупо, когда она выпущена. Выглядит мило. Обычная белая футболка. В тот момент, когда есть футболка с Леди Гагой. Я хотела сказать, что я вам наврала. Точнее, я не наврала, я, как всегда, неправильно поняла информацию. Нам учитель сказал, что у нас заканчивается учеба. Но у нас остаются занятия по ЕГЭ и по обязательным предметам. То есть я буду учиться до 31 мая. Я с вами, ребятки. Окей, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Люблю вас. Пока!